Радио Комсомольская правда. Это самые осведомленные эксперты. Я слушаю радио Комсомольская правда. И тебе рекомендую. Гость в студии. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. 17 часов и 3 минуты в Екатеринбурге. Меня зовут Людмила Варакина. И прямо сейчас в прямом эфире на ваши и на мои вопросы ответит министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев. Артем Александрович, здравствуйте. Добрый день, Людмила. Напоминаю, что нас можно не только слушать, но и смотреть на нашем канале YouTube. Заходите в радио Комсомольская правда Екатеринбург. Приветствую, уважаемые радиозрители, и вас. Ну и слушать нас можно не только в Екатеринбурге 92,3 FM, но и в Нижнем Тагиле 96,6, в Серове 89,5. А также еще и в интернете. Заходите на наш сайт «Радио Комсомольская правда», «Радио КП» или скачивайте себе приложение в мобильный телефон «Радио КП». Обязательно выбирайте город, еще не Екатеринбург. И тогда точно вы будете в курсе новостей Свердловской области. Ну что ж, давайте мы начнем. Начнем с, конечно, коронавирусных мер, ограничений, которые у нас у всех сейчас есть. Кто-то доволен этим, кто-то недоволен. Тем не менее, с 30 октября, напомню, этого года в нашем регионе работа контрольных групп по проверке соблюдения действующих мер санитарно-эпидемиологической безопасности, в частности, QR-кодов, торговых центрах, ресторанах, других общественных мест проводится Министерством агропромышленного комплекса и продовольственного рынка. Расскажите вот об этих рейдах подробнее. Ну вот, Министерство агропромышленного комплекса в рейдах участвуют 8 контрольных групп. Мы ориентируемся, конечно же, на мегаполис, на Екатеринбург, но также на города-спутники. За это время обследование провели и в Сухом Лагу, в Богдановиче, в Каменске-Уральском. В основном, это, конечно же, торговые центры, ну и не оставляем без внимания торговые объекты. Да, в ряде случаев мы выявляем нарушения, мы не составляем протоколы, мы проводим непосредственно собственниками, арендаторами, либо арендодателям, если они в субаренду сдают помещение, переговоры и, как правило, адекватную получаем реакцию. Нарушения устраняются, в основном это прямо непосредственно при участии контрольных групп, на месте выявляем и устраняем нарушения. А что за нарушения? Ну, понятно, что в первую очередь мы уделяем внимание проверке QR-кодов. Как вы правильно сказали, с 30 октября введена такая норма ограничительная, это первое. Второе, это масочный режим. К сожалению, отмечу, что в большинстве выявленных нарушений, конечно же, это масочный режим. Для этого мы проводим беседы непосредственно с собственниками, охранными предприятиями, которые осуществляют, скажем так, надзорные действия в данном объекте. Ну и дистанцирование тоже. Ну, вы знаете, по поводу масочного режима, действительно, у нас это большая проблема. Вот уже вроде бы два года мы живем с коронавирусом, тем не менее, к сожалению, уральцы не соблюдают этот самый пресловутый масочный режим, особенно если речь идет о каких-то общественных пространствах. Наши слушатели звонили, и эксперты, которые к нам приходят, тоже обращают внимание на то, что человек, показав QR-код в маске, заходит внутрь помещения и эту самую маску либо снимает полностью, либо приспускает на подбородок. Вот как с этим бороться? Я не знаю. Ну, к сожалению, вы правы. Один из комплексов мероприятий, в том числе для торговых объединений, это, конечно же, не обслуживать просто-напросто на кассах, вести просветительскую беседу. Ну и мы же понимаем, что в том же торговом центре там достаточное количество охранников, которые, даже делая замечания людям, все равно тем самым ведут пропаганду. Прискорбно, конечно, что за два года мы не научились правильно именно носить маски. Да, в большинстве случаев мы их носим, но, как правило, в районе губ, подбородка. Но все-таки я бы призывал граждан использовать в своей жизни масочный режим, потому что это самая действенная мера. Ну и, конечно же, вакцинация, вакцинация, вакцинация. Планируется ли ужесточение коронавирусного режима у нас в регионе? Ну, вы знаете, да, что в средствах массовой информации выходил ряд сообщений. Оперштаб готов рассмотреть предложения, в том числе и бизнес-сообществ. Не так давно была информация о продаже алкоголя по QR-кодам. Либо второй вариант – это ограничение работы всех магазинов в торговых центрах, только при предъявлении QR-кода. Ну и вот не так давно был высказан вариант по проверке QR-кодов не только в торговых центрах, но и непосредственно у самих бутиков, арендаторов в этих торговых центрах. Все предложения, конечно же, аккумулируются, в том числе и в нашем министерстве, и потом в последующем обсуждаются в рамках работы оперативного штаба. Говорить, что что-то будет введено, я не готов, потому что это коллегиальное обсуждение с привлечением экспертного сообщества, бизнес-сообщества, ну и, конечно же, коллеги из других органов власти. Получается, что такой первый заход со стороны предпринимателей, владельцев, собственников торговых центров в Свердловской области, он не увенчался успехом, потому что я знаю, что они как раз обращались в органы власти, к вам, в оперштаб, для того, чтобы уменьшить количество проверок, в частности, действительно предлагалось убрать проверки QR-кодов на входе, сделать возможность посещения торговых центров, чтобы приходили все, а, соответственно, на кассе только показывать вот эти самые коды. Пока не разрешили? Нет, пока это все только рассматривается. Я отмечу, что наша область не вводила вторую волну, скажем так, локдауна по сравнению с другими регионами Российской Федерации. Мы пошли навстречу бизнесу, мы ограничились только введением QR-кодов, поэтому пока данная норма будет рассматриваться. Но мы не считаем ее на самом деле эффективной, потому что, заходя в торговый центр, мы понимаем, что человек контактирует с другим человеком. Также в торговый центр ходят и просто ради прогулки, посмотреть. Если мы только ограничим в бутиках, которые расположены на территории торгового центра, ну, контакт все равно будет, так или иначе. На радио Комсомольская правда разговор о самом главном, о самом важном, о том, что волнует нас. Впереди мы будем обсуждать с темы повышения цен на продукты питания, как с этим бороться. Также мы поговорим о поддержке сельхозпроизводителей, фермеров Свердловской области. Поговорим мы о том, как наши власти предлагают бороться с засухой, которая, к сожалению, в этом году погубила большую часть урожая. Ну, а вы, уважаемые радиослушатели, можете тоже обратиться к нам, позвонить нашему гостю в прямой эфир, поговорить, задать вопрос, либо какой-то комментарий озвучить. Итак, телефон студии прямого эфира 3850923, 3850923, код города 343, WhatsApp плюс 7, 953-3850923. Пока вы дозваниваетесь, либо отправляете нам сообщение, я задам свой вопрос. Вопрос тоже волнующий многих, вопрос, который задавали и вы, уважаемые слушатели, какое-то время назад, это отравление суррогатным алкоголем в Свердловской области. Там, по-моему, 30 человек, ну, или, может быть, уже даже больше, отравилось, погибло. Что делает министерство для того, чтобы в регионе люди перестали травиться вот этим суррогатом? Ну, давайте сразу же отмечу, Людмила, что все-таки мы не занимаемся рекламой алкоголя чем-то еще. Причем в наши контрольно-надзорные, так сказать, полномочия входит именно проверка легального алкоголя. Мы выдаем лицензии, мы проверяем потом исполнение действующего законодательства непосредственно, кто торгует. Да, мы проводим их проверки. В прошлом, за 9 месяцев этого года, 277, мы провели внеплановых выездных проверок, вот, 257 контрольных мероприятий было осуществлено. Ну, и тут только стоит призвать наших граждан. Надо все-таки осознанно подходить к своему выбору. И к своему здоровью. Ну, кстати, действительно, мы никого не призываем употреблять какие-то вещества, алкоголь и прочее, прочее. Минздрав предупреждает, комсомольская правда тоже. Давайте заботиться о своем здоровье. Ну, вот, тем не менее, если такое случается, давайте ответственно подходить и совершать покупки в любом случае в каких-то специализированных магазинах. Кстати, если говорить про несанкционированную торговлю, министерство контролирует вот эти вот какие-то рыночки, не знаю, может быть, на остановочных комплексах стихийная торговля идет где-то? Ну, мы, наверное, с вами все-таки говорим о нестационарных торговых объектах. Это прерогатива муниципальных образований. Мы со своей стороны только формируем порядок разработки схем, а уже непосредственно схемы размещения – это муниципальные образования, и они предоставляют участки своим арендаторам. Вот так вот все происходит. В любом случае, какие-то жалобы со стороны жителей Свердловской области поступали, кто-то просил, вот, закройте там, торгуют, не знаю, там, паленым чем-нибудь. Были такие обращения? Ну, в наш адрес приходят обращения. Еще раз повторюсь, что мы их транслируем, в свою очередь, в адрес муниципальных образований. Но раз мы разрабатываем постановление, кстати, как раз оценка регулирующего воздействия в данный момент происходит по изменениям правил размещения нестационарных торговых объектов. То есть, соответственно, предприниматели могут обратиться к вам и посмотреть эти документы в рамках 601-го указа президента? Конечно, на всех сайтах все размещено, вся информация аккумулируется у нас в министерстве, мы рассматриваем, непосредственно с участием бизнес-сообщества граждан. Вот, кстати, у нас есть вопрос от Александра по поводу взаимодействия и взаимоотношений с бизнесом. Есть ли какие-то проблемы? Можно ли что-то подкрутить? Ну, не знаю, наше министерство настолько открыто для любого гражданина, для любого предпринимателя, представителя бизнес-сообщества. Мы рассматриваем любые обращения, хоть в очной форме, когда это требуется, хоть в заочном режиме, посредством писем, системы обращений граждан. Ну что ж, впереди у нас реклама на радио «Комсомольская правда». Напомню, что есть номер телефона, по которому вы можете позвонить 3850923 или написать сообщение на WhatsApp плюс 7953-3850923. Буквально через две минуты мы вернемся в студию. Гость в студии. Это радио «Комсомольская правда» Екатеринбург. На радио сегодня, прямо сейчас, в прямом эфире мы общаемся с министром агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артемом Бахтеревым. И Артем Александрович рассказывает нам про ужесточение антиковидных мер, рассказывает о том, как работают контрольные группы министерства, которые проверяют соблюдение действующих мер санитарно-эпидемиологической безопасности в торговых центрах, точках общепита, предприятиях бытового обслуживания. Ну а сейчас давайте мы поговорим с вами про то ЧП, которое случилось в этом году. Действительно, Свердловская область, несмотря на то, что она как бы находится ведь на территории рискованной земледелия, но в этом году, мне кажется, это было особенно рискованное, потому что засуха была невероятная. Недаром губернатор Свердловской области Евгений Ковершев объявил режим ЧС, чтобы поддержать уральских фермеров и сельхозпроизводителей. Какие потери в результате этой засухи были? Действительно, на территории 39 муниципальных образований, это преимущество нашей сельскохозяйственной регионы, области, была объявлена чрезвычайная ситуация. Ну, скажу так, что, конечно, ущерб, он достаточно весомый. Увы, Урал и Свердловская область – это зоны рискованного земледелия. Выход какой? Это, во-первых, применяет систему страхования, во-вторых, систему мелиорации. Мы с вами понимаем, что повысить урожайность и сохранность мы можем следующими методами. Это мелиорация, формировать систему гидрополива, который, кстати, субсидируется как из федерального, так и из областного бюджета до 50% затрат. Страхование агрокультур тоже субсидируется, и там тоже до 50%. Кстати, мы выполняем показатели, которые федерация нам доводит по страхованию. Но можем, я считаю, что и больше площадей страховать. Также на урожайность влияет сорта обновления нашего семенного материала, который также субсидируется из областного, из федерального бюджета. Ну и, конечно же, хранение. Мало собрать урожай, нужно его еще и должным образом сохранить. У нас вообще по хранилищам для, скажем так, для борщевого набора 95% мы обеспечиваем себя. При этом мы понимаем, что технологии не стоят на месте, нам необходима модернизация, и в рамках именно областного бюджета мы субсидируем модернизацию действующих хранилищ. Мы субсидируем оборудование для вентиляции именно, потому что приточно-вытяжная вентиляция очень хорошо влияет на сохранность нашего продукта. Сохраняя урожай, мы тем самым больше продлеваем период, когда мы обеспечиваем тем же самым борщевым набором именно население Свердловской области. А ведь можно же не только в каких-то хранилищах этот урожай держать, но ведь можно же еще и перерабатывать овощи. Существует современная технология, это и заморозка, это и вакуумная продукция. Как популярна среди слихозпроизводителей вот этот вид? Да, наши предприятия, особенно крупные, занимаются такой, ну это не переработка, это все-таки подработка овощей. Это либо чистка и потом вакуумирование, либо заморозка про, это так предприятие у нас так и называется, они прямо замораживают чищенные овощи. Поэтому, пожалуйста, те предприятия, которые желают заниматься подработкой, переработкой, мы готовы рассматривать либо в рамках действующих механизмов субсидирования затрат. Как я понимаю, это больше на приобретение оборудования так и непосредственно уже новые какие-то внедрять, потому что уровень господдержки достаточно высокий в Свердловской области, только из областного бюджета 3,2 миллиарда рублей выделяется и почти миллиард рублей из федерального бюджета. Поэтому механизмы есть, ими надо пользоваться и внедрять у себя новые технологии. Ну вот вы сейчас говорите по поводу того, что существует определенная помощь со стороны региональных и федеральных властей, субсидии, льготы какие-то у сейхозпроизводителей, у фермеров. Насколько они с этим знакомы? Потому что вот этим летом, когда мы общались с разными фермерами, которые в том числе и не только маленькие, но и крупные, там кто-то производит овощи и поставляет их в сеть магазинов, допустим. И они говорили, ой, у нас так все плохо, все плохо, мы вот даже священников заказываем и с молебнами идем в Полясово и обходим. То есть реально были такие люди. А вы сейчас говорите, что существует миллиардация, причем у нас советских лет идет, а мы можем даже деньги дать для того, чтобы субсидировать, соответственно, вот эту самую миллиарду. Почему они об этом не знают? Или не хотят воспользоваться? Ну, видимо, вы так им задавали вопрос, потому что они же не ответили, что отсутствуют субсидии. Все прекрасно об этом знают. Информированием занимается наше министерство. У нас на территориях есть 16 управлений агропромышленного комплекса, которые непосредственно ведут работу на местах. Поэтому от лукавого. Ну вот наш слушатель Константин пишет нам, что ужасно это рискованно было, это лето, мы не получили половину урожая в огородах, и дымное было лето. В речках, родниках вода исчезла для поливки. В Таватуе вода упала на метр уровень озера. Ну, действительно, мы помним, была какая-то аномальная жара, аномальная погода. Кстати, что вам говорят синоптики на следующий год, какие-то прогнозы уже существуют. Нормальное лето будет для тех, кто как раз производит овощи, кто занимается посевом каких-то культур, которые требуют вмешательства со стороны людей или природы, поливать, не поливать. Ну, прогнозы пока все-таки благоприятные. Мы не думаем, что сподряд будет такая погода. Ну и посмотрите на улицу. Снег лег на непромерзшую землю. Соответственно, при таянии снега он не уйдет в реки. Ну, вода, которая образуется. А вся влага поступит в почву, и тем самым мы создадим к весеннеполевым работам должный влагозаряд. Ну, то есть, есть надежда, что в следующем году с урожаем будет лучше, чем в этом. Хорошо. Давайте поговорим еще с вами про цены. Цены действительно волнуют каждого. Губернатор Свердловской области Евгений Кувишев говорил о том, что безобразие, почему так сильно растут цены, особенно на морковь, я помню, в этом году. Хотя, если посмотреть по ценам, которые сейчас у нас в магазинах, то не только морковь, но почему-то вот картошка очень сильно выросла в цене. И я хочу процитировать Евгения Владимировича. На Урале тяжело выращивать овощи. Здесь только раз в 4 года бывает хорошая погода, а обычно либо засуха, либо проливные дожди и заморозки. Это сказывается на урожае, поэтому каждый год Кабмин покрывает часть затрат производителей на покупку семян и их посадку. Некоторые магазины тоже не понимают и проводят акции по... А, некоторые магазины тоже все понимают и проводят акции по снижению цен. Но вот, к сожалению, в магазинах-то не понимают в этом году, по крайней мере, потому что цены на овощи повышаются и повышаются. Вот по данным Свердловск-Стата, за год цены на некоторые продукты в нашем регионе выросли аж на 60-70%. Есть ли какие-то механизмы, чтобы повлиять на это безобразие? Давайте рассмотрим этот вопрос со всех сторон. Если мы говорим об органах государственной власти, конечно же, это регулирование за счет мер господдержки для стимулирования сельхозтоваропроизводителей, для повышения урожайности. Я только что сказал, повышая урожайность, соответственно, мы повышаем валовый сбор продукта и тем самым рынок регулирует себя. Мы проводим встречи с сельхозтоваропроизводителями. Очень много встреч, особенно вот в этом году мы провели с представителями торговых объединений, потому что, ну, поступают к нам жалобы на завышение той же самой торговой наценки, достигли договоренности со всеми сетями, сформировали перечень социально значимых продуктов, где должна быть минимальная цена. Ну и самое главное, мы должны людям предоставить выбор, потому что все равно, заходя в магазин, мы должны не один товар по одной цене, а на свое усмотрение. Даже, говоря, вы вспомнили про морковку, у нас же присутствует на полках морковка чищенная, морковка нефасованная, морковка фасованная, то есть разнообразие товаров, которые стимулируют развитие рынка. Да, это здорово. И самое главное, то, что вы сказали, 95% борщевого набора мы выращиваем сами для себя, мы обеспечиваем. Нет, я сказал, у нас обеспеченности хранилищами. А, хранилищами. Для длительного срока именно хранения, чтобы мы в течение максимального периода времени могли обеспечивать своим урожаем. А, кстати, если говорить про свой урожай, мы свой регион обеспечиваем в полном объеме, если говорить про ту же картошку, морковку, свеклу? Ну, если говорить про борщевой набор, мы в состоянии обеспечить себя полностью. Мы не говорим про овощи открытого грунта, которые у нас, ну, в силу климатических условий не выращиваются. Вот. По той же самой картошке, даже смотреть статистику за предыдущие годы, мы себя обеспечивали на 105% именно Свердловская область своим урожаем. Да, конечно, в этом году прогнозы немножко меньше. Если в прошлом году мы собрали 268 тысяч тонн картофеля, в этом году этот показатель будет пониже, но с учетом населения Свердловской области, я думаю, ну, если не 100%, ну, 95% обеспеченности картофеля мы все равно достигнем даже на неблагоприятный период. Основная задача наших аграриев, мы сейчас вот собрали урожай, подводим итоги, его сохранить. До весны. А может и дальше. Ну да, действительно. Весна настанет, мы только посадим новые урожаи, когда это еще вырастет. Ну, современные технологии позволяют это сделать, чем мы и занимаемся, модернизируем наше хранилище. В этом году две организации получат из федерального бюджета, не только из областного, но строительство новых хранилищ. То есть этот процесс, он идет. Это радио Комсомольская правда. Впереди у нас новости. Затем мы вернемся в студию, будем дальше общаться с министром агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артемом Бахтеревым. Это прямой эфир, поэтому готовьте вопросы, мы их обязательно озвучим. ГОСТЬ В СТУДИИ Это радио Комсомольская правда, Екатеринбург, 92,3 FM, Нижний Тагил 96,6, Серов 89,5. Кроме того, прямо сейчас нас можно еще и смотреть на нашем Ютуб-канале. Заходите, смотрите, что происходит в студии Комсомолки. А в студии у нас находится министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев. Говорим мы, конечно же, про сельское хозяйство, говорим мы про цены, говорим мы про коронавирусные меры, которые в нашем регионе существуют. Ну и про урожай. Урожай в этом году, конечно, был не такой, на который мы рассчитывали наверняка. Вот, кстати, каким он был? Засуха, катаклизмы всяческие? Ну, конечно, по уровню предыдущих лет урожай был ниже по всем позициям, которые выращиваются у нас в регионе. И по зерновым, и по овощам, и по картофелю. Но при этом надо отдать должное, у нас увеличилась урожайность технической культуры, такой как рапс. Ну и у всех, в принципе, масляничных. Эта вот культура, она более к теплу склонна. И, видимо, и достаточно было именно влаги. И поэтому так случилось. Ну, в этом году, если уж говорить про урожай, то я хочу напомнить, что проходил большой такой форум сельскохозяйственной Сырловской области, на который приезжали аграрии из других регионов, обменивались опытом, рассказывали там про разные культуры. И в том числе губернатор Сырловской области сказал, что нам необходимо на полях засевать новый для Урала, такую новую культуру, это техническая конопля. Расскажите об этом подробнее, что это за культура и как она используется. Для нашего региона, конечно же, это новая культура. Она не возделывается в Сырловской области. Она считается одной из перспективных. Это именно техническая конопля, там нет наркосодержащих. Чем она полезна? Это делается волокно конопляное, из которого можно изготавливать непосредственно предметы одежды. Данная одежда, она очень, так скажем, полезна для аллергиков. То есть, если человек носит эту одежду и при этом страдает аллергией, какими-то там кожными заболеваниями, то данная культура как раз для него. Ну, я вот сегодня буквально видела в интернете видеоролики, оказывается, из конопли, делают даже шубу на зиму, и они выдерживают морозы до 30 градусов. При этом это экологичная абсолютно одежда. Она не наносит вреда природе, окружающему нашему миру. И, соответственно, популярна в странах Европы, надеюсь, что и в Свердловской области, когда мы начнем выращивать техническую коноплю, она тоже станет популярна среди наших модников и среди тех предпринимателей, которые занимаются как раз предпринимательством в швейной промышленности, вот во всех этих вещах. Конечно, это же не синтетический материал, биоразлагаемый поэтому. В том числе и на экологию благоприятно будет влиять. И, кстати, конопля, это же та самая пенька, которую Россия в свое время поставляла во все страны мира, и мы там первое место в мире держали по этой самой пеньке. Из нее не только одежду изготавливали, но и делали веревки и какие-то ткани технические. Я так понимаю, что мы тоже будем в этом направлении работать, и раз уж говорим про то, что Россия куда-то чего-то там поставляет, я хочу напомнить, что губернатор Свердловской области Никуева Шеф Евгений Владимирович в Инстаграме у себя писал, что продукция наших аграриев реализуется на экспорт. Хотелось бы поговорить, а куда она реализуется, и в каком объеме, и что именно покупают иностранцы? Ну, может быть, вы и в курсе. Недавно, буквально на днях, целый эшелон продукции Екатеринбургского жирового комбината, то есть полный состав, весь поезд отправился с продукцией с нашего предприятия именно в Китай. В Китае любят наш майонез. Да, и подсолнечное масло, которое изготавливается непосредственно на ИЖК. География сбыта, она широкая, конечно, это страны ЕСНГ, ну, Китай, понятно, что мы отметили. Вот, экспортируем мы в основном масложировую продукцию, это, так сказать, лидер у нас, но при этом и продукцию животноводства, в том числе акционерное общество «Свинокомплекс Уральский», также, ну, входящий в Сибагра. Вот, наша ревтинская птицефабрика тоже поставляет продукцию. Племенная продукция востребована также за рубежом. Это яйцо, которое, ну, племенное яйцо на наших птицефабриках, которое производится. Но вообще объем экспорта, он из года в год растет, да, там небольшая была просадка в прошлом году, вы понимаете, что часть границ была закрыта, экспорт был ограничен, но при этом все плановые показатели этого года мы прогнозируем, что выполним, и экспорт составит порядка 108 миллионов долларов. – Хорошие цифры. Кстати, про яйца. У нас тут пришел вопрос от радиослушателя. Почему так дорого стоят яйца, ведь впереди пасхи нет еще? – Ну, все же познается в сравнении. Дорого, дешево. Есть такой показатель еще, как себестоимость. Понятно, что мы стараемся регулировать, с учетом даже того, что Свердловская птицефабрика, она является государственной, на 100% принадлежит Свердловской области, поэтому скажу сразу, что огромной рентабельности там не заложено. – Еще один вопрос на WhatsApp, плюс семь, девять, пять, три, три, восемь, пять, ноль, девять, двадцать три. Спрашивают, как Свердловская область выглядит по сравнению с другими регионами по поводу эффективности бюджетных вложений в АПК? – У нас. Мы также входим в 15 регионов по производству мяса. Да, наши климатические условия не позволяют нас полностью обеспечивать зерновыми культурами, но это просто невозможно. 50% так или иначе, даже в самые урожайные годы, все равно завозим из-за пределов Свердловской области. – Ну, мы не Кубань, конечно. – Да, ну, надо адекватно оценивать ситуацию. – Кстати, а хватает ли местных продуктов от местных сельхозпроизводителей и мяса, и молока, и яйца, и прочего? Либо все-таки какую-то часть мы завозим из других регионов? – Ну, в России есть же зона свободной торговли. То есть, как наша продукция вывозится за пределы области, так и мы завозим. Это свободный рынок. То есть, торговые объединения, они вправе выбирать продукцию. Отмечу, вот, допустим, если вы говорите про молокоперерабатывающую продукцию, у нас на территории порядка 50 молокоперерабатывающих предприятий. От небольших цехов на предприятиях-производителях до крупных, таких как наш Ирбитский молокозавод. – Еще один вопрос на WhatsApp, плюс 79533850923. Какие существуют ограничители для крупных федеральных сетей на территории Свердловской области? И спрашивает по поводу сбыта продукции местных товаропроизводителей в этих самых сетях. – Ну, еще президент даже отметил, еще раз повторюсь, что у нас экономически свободное пространство. Поэтому ограничительные меры, они, конечно же, не предусмотрены. А те ограничения, которые контролирует федеральная антименопольная служба, мы тут на них не влияем. – А, кстати, у нас же ведь есть такой лейбл «Выбирай свое местное». Вот те люди, которые как раз-таки производят местную продукцию, имеют ли какие-то преференции, льготы, не знаю, там, налоговые или еще какие-то? – Конечно же, имеют. Они на территории Свердловской области получают льготное кредитование, имеют доступ к субсидиям. Поэтому и в этой части экономики мы также вносим вклад со стороны господдержки. – К сожалению, вот два года мы уже живем во время этих коронавирусных ограничений, пандемии и всего остального. Как это сказалось на производителей молока, яиц, мяса, других продуктов питания? – Ну, мы ни на минуту не останавливали производство, потому что у нас предприятие непрерывного цикла, мы не можем никак отправить, так сказать, в нерабочие дни ту же самую корову. Ее ежедневно надо доить и не один раз кормить. Ну, были сложности с поставкой импортного оборудования, запчастей, потому что, я еще раз повторюсь, что граница была закрыта, часть даже российских предприятий уходила на режим изоляции. Да, были сложности, я рад, что мы их преодолели. Мы выехали вовремя на посевную компанию, все оборудование, вся техника была подготовлена вовремя, и поэтому мы соблюдали все агротехнологические сроки. Спасибо. У нас в студии был Артем Бахтерев, министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области. Я, Людмила Варакина, прощаюсь с вами, желаю всего самого доброго и хорошего. Ну, и прямо сейчас у нас будет Москва, и через 15 минут в студию зайдет Иннокентий Шеремет. Он сегодня будет говорить на тему, почему уральцы протестуют против QR-кодов. Об этом будут спорить блогер Сергей Колясников, а также депутат Екатеринбургской городской думы от коммунистов Роман Ступников. Оставайтесь с нами, слушайте радио Комсомольская правда и обязательно звоните в прямой эфир 3850923, код города 343. Ну, и можете писать какие-то комментарии на WhatsApp, плюс 79533850923. Но лучше все-таки звонить Иннокентий Шеремет с вами лично будет беседовать, говорить, ну, и дискутировать, и спорить. Еще раз слушайте радио КП, оставайтесь с нами. Хорошего вам вечера. Итак. Гость в студии. Радио Комсомольская правда. Это самые осведомленные эксперты. Я слушаю радио Комсомольская правда. И тебе рекомендую.